приветствую всех на канале пчеловодства и природа сегодняшнее видео о том куда слетают пчелы я хочу рассказать на собственном опыте вот сразу показать он был улей тут была семья вот улей пустой на сегодняшний день такой же пустой улей вот еще один тут тоже на сегодняшний на данный момент не рамок не пчел нету значит в этих ульях стояла тоже тут ну ну не меньше 10 рамок стояла здесь медовые и расплод был вот пришлось естественно что их пораздывать по оставшимся семьям и убрать их хранилище не могу так как еще очень тепло 20 градусов температура поэтому вот я по раздавал по другим ульям раздавал вместе я уже не смотрел ни на матку не смотрел ни на пчел как короче сохранить тут уже не то что семью сохранить расплод тот который там был еще запечатанный у них ну и сохранить рамки медовые рамки так вот поэтому вот вот видно я вот допустим не между этими двумя ульями вот семейка у меня тоже не особо она тут сильная поэтому разбирать мы не будем а я просто так вот покажу значит вот три рамки я поставил за заставную и ставил и в гнездо вот поэтому сейчас сколько тут сейчас посмотрим раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 но для этого времени это очень много рамок но и три еще за заставной но и убрать я их пока не могу поэтому а рамки вот вот я одну достану покажу вот за заставной стоит полностью запечатанная рамка отличная рамочка можно и для зимовки и все новое что и куда я такую рамку вот с другой стороны полностью медовая здесь но только открытый там везде запечатан ну я посмотрю потом возможно там еще раз плод выходит у них те рамки расплод уже насколько выйдет заберу а эти подвину и оставшиеся тоже с медом уже уберу хранилище ну а теперь хочу рассказать значит в этом году ну я так понял что не только у меня у многих пчеловодов коснулась эта проблема очень большая заклещенность то есть если раньше по стандартной своей обработки от клеща варуа было все нормально в это время по той методике которую я для себя применял в этом году этого оказалось недостаточно значит придется что-то менять какая у меня была система обработки значит весной я все мне не обрабатывал летом не обрабатывал проводил несколько обработок после последнего медосбора это август сентябрь месяц значит ставил три вида полосок на 20-30 дней это практически до трех месяцев и еще пару раз обрабатывал бипином или бессонаром то есть обработка была хорошая осенью но поскольку последнее время все больше оставалось закрытого расплода когда даже бипином уже по по холоду по уже морозы наступали все равно был закрытый расплод какая-то часть клеща оставалось кроме того есть всплески периодически как та же саранча как другие какие-то насекомые раз в несколько лет проходит цикл когда очень много появляется клеща вот очевидно попала в этом году что всплеск то есть пчелы могли перезаражаться от других чел если даже сам хорошо обработал то не факт что они через цветы через бывая нами до сборе клещ может переходить с одной пчелы на другую через цветы чем непосредственно при контакте поэтому как бы ну вот такое поэтому в какой-то момент вот эти два улья я открыл и не знаю как считать чтобы их там сколько там пару сотен пчел наверно была маточка была и пару сотен пчел естественно все рамки полностью медовые мед есть пчел пчел не туда матка есть зачастую бывает так что уже открыл это если еще бы чуть-чуть одну недельку не посмотрел то не было бы ни матки не пчел почему либо могли действительно остаток уже этих пчел слететь либо осталось бы матка это кучка пчел которые не смогли бы держать оборону и их бы просто попросту разграбили вот так вот куда слетают пчелы со своего опыта они никуда не слетают они просто погибают рождаются покалеченные клещом и они уже не жизнеспособны много ползает их потом по траве то есть пчела родилась но но жить продолжать значит и количество пчел меньше становится она просто выбрасывается выходит из улья и все и семья тает 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 вот вот и весь лед пчел оставшиеся пчелы и кучка они уже не способны обеспечить всю жизнедеятельность семьи поэтому либо я живу либо слетает остатки либо их просто разграбят ну вот такое летом кстати в этом году очень много было и еще и молли у меня после то ли от водки я показывал летнее видео многие отводки после то ли потому что их доставал с одной стороны клещ и с другой стороны и там очень много было личинок молли личинки червячки молли вот это все вместе способствовало тому что просто они улетали бросали закрытый расплода открытый расплод и полностью улетали ну такое то есть я хочу в сегодняшнем видео нельзя недооценивать роль клеща клещ сильно ослабляет семьи за этим следуют различные вирусные заболевания потом уже бесполезно какое вычислять какое это конкретно заболевание если семья ослаблена появляется масса этих заболеваний но причина в том что клещ ослабил семьи поэтому надо убрать клеща чем раньше ну всеми доступными способами у кого кто как для себя выбрал систему обработок для себя я сделал вывод что теперь мне придется проводить и весенние обработки ну уже какие какими препаратами это я буду смотреть ну вот то что я хотел рассказать сегодняшнем видео на этом все подписывайтесь на канал пишите комментарии пока